Привет! У нас тут небольшой погром, мы у бабушки. Хочу немножко рассказать про себя, что мне в моей жизни дало ведическое знание. Ну, по словам «вездическое» подразумеваю не только знание, которое описано в Веда, но всё, что относится к слову «ведать», то есть знать, всё знание, которое можно назвать традиционным, которое идёт успокоен веков, которым пропитана была жизнь наших предков, отражение которого можно найти в религиозных писаниях и других источниках мудрости. Я думаю, что благодаря этому знанию в моей жизни есть самое главное. Это моя семья, моя любовь, мои отношения с близкими, моя реализация. Это всего могло бы не быть, если бы не эти прекрасные веды, знания. Несмотря на то, что я психолог по образованию, несмотря на то, что меня окружают люди, которые занимаются духовным поиском к такому пути, к развитию женственности, развитию отношений со своим мужем, я пришла сравнительно недавно, лет пять назад. А до этого, можно сказать, в этом плане своей жизни я была по течению, которое несло меня не в совсем благополучную сторону, потому что мой родовой сценарий и сценарии окружающих меня людей были далеки от позитивного и гармоничного пути. Отец мой всю жизнь посвятил саморазрушению, с мамой у них отношения не заладились, он ушел к другой женщине, пил, принимал наркотики, был таким бродячим музыкантом. Конечно, в этом есть определенная романтика, и все мои бойфренды были подобными ему, точно так же вели себя и пили, употребляли наркотики, развлекались, и абсолютно не хотели брать никакой ответственности ни за меня, ни за наше будущее, ни за нашу жизнь. И так могло бы продолжаться, наверное, если бы не появление в моей жизни знаний о том, какая должна быть женщина. Вначале эти знания пришли ко мне на уровень интуиции. Просто в один момент, когда уже, как я сейчас понимаю, благочестие совсем мое закончилось, не хватало его на нормальные какие-то отношения, уже совсем с меня перестали знакомиться на улице, совсем перестало все складываться как-то романтично, то есть отношения с самого начала, чуть ли не с первого дня уже были какими-то прозаичными и такими блеклыми после завершения очередных таких вот блеклых отношений, в которых, в принципе, только невежество в форме страданий, истерик, каких-то нервотрепок, причем почти с самого начала, то есть без, вот повторюсь, этого романтичного периода, после завершения одних таких отношений мне совершенно интуитивно захотелось очиститься. Я прошла исповедь, очень подробно рассказала батюшке про все свои вот именно грехи в области именно отношений с мужчинами, и после этого решила для себя, что все, больше никаких отношений, пока я не почувствую, что этот человек тот самый, и пусть это даже до смерти я буду одна, но главное, что размениваться вот так вот я больше не буду. И достаточно долго был такой период у меня очищения, когда не было рядом мужчины. Я не могу сказать, что этот период страдала, наоборот, как-то отдыхала, и чувствовала, что лучше так, чем обы с кем и обы как. И даже могу сказать, что, допустим, одиночество мной раньше практически непереносимо было, приносило жуткие страдания, но в этот раз все было достаточно легко. И спустя где-то полгода такого одиночества встретился мне мой муж, который был совершенно другим человеком по сравнению с моими предыдущими мужчинами, который действительно обладал, обладает, слава Богу, ответственностью, не пьет, не употребляет каких-то интоксикаций, разделяется на мои духовные поиски. И хотя наши отношения начались не совсем как-то ведически, не совсем в соответствии с принципами, вед, но дальше мной было, когда вот уже они пришли к какому-то, как сказать, когда мы оба уже проявили решимость наши отношения, что ли, узаконить, опять же на уровне интуиции, я приняла такое решение, что все, я больше останавливаю свои поиски, прекращаю смутить по сторонам, что это тот самый человек, и я стала со всеми окружающими мужчинами общаться уже без нотких лифтах, как с братьями, отцами, сыновьями, кто-то по возрасту как подходил. Это решение мне тоже, кажется, было судьбоносным, потому что именно с этого мгновения мы начали строить настоящие такие искренние глубокие отношения. У нас все прекрасно, по крайней мере, было, потому что сейчас новый экзамен проходит. Наша семья, у нас родился маленький мальчик, может, видно чуть-чуть, вот он спит, и, конечно, я поняла, что женщина вне материнства рассматриваться не может, что даже раньше, уже когда получив знания ведические, такие, благодаря Ольге Валяевой, благодаря другим учителям, и много путешествуя по миру, изучая именно этот вопрос семьи и женщин, и там читая, и все это изучая, я стала внедрять свою психологическую практику именно на такой лейтмотив, что развиваться нужно в рамках традиционной женственности. Всегда, когда Ольга писала о том, что женщина-психолог должна быть замужней, и даже с детьми меня это немного коробило, потому что я думала, что, ну, вот, что здесь такого, я достаточно глубоко чувствую этот вопрос, несмотря на то, что у меня нет детей, то сейчас я понимаю, что, да, женщина вне материнства, это совсем другая женщина. И в нашей семье, как я уже сказала, сейчас новый экзамен, потому что я совсем недавно мама, я поняла, как тяжело соблюдать все эти ведические принципы, уже обладаю совершенно другой ответственностью, совершенно другим количеством времени. Мне пока очень это все тяжело, но я надеюсь, что наша семья не только выстоит, не только пройдет сквозь это, но и расцветет. Благодаря этому еще больше углубить наша любовь. И я участвовала не в одном марафоне уже Ольги Валяевой, участвую в третьем марафоне женственности, я забеременела, потом участвовала еще в одном марафоне, а сейчас участвую в марафоне материнском. И уже оно приносит свои плоды, хотя я говорю, что мне вот достаточно тяжело, у меня было очень много фантазий, иллюзий, какой я буду мамой. И я разочаровалась немного в своих заоблачных мечтах. Сейчас все оказалось совершенно по-другому, хотя очень тоже красиво и глубоко, но еще и очень трудно. И отношения с мужем тоже трудно строить, когда вот такие изменения глубокие в жизни происходят. И этот марафон для меня, он действительно очень большой резерв и очень большая радость и подмога в жизни благодаря ему и какие-то первые плоды своего материнского пути уже получаю. И очень довольна. Ну, в частности, конечно, я вот на пути женственности уже давно-давно ношу юбки, платье несколько лет. А когда родился малыш, я все это забросила, хотя у меня в гардеробе в принципе нет штанов, но я ходила там в каких-то пижамных, в штаниках или в леггинсах, долгое время, потому что мы практикуем высаживание, естественно, гигиену младенцев. И мне казалось, что в юбке это делать невозможно. И вообще у меня не было времени там, нежелания как-то украшать себя. Я не могла понять, где может взять это молодая мама. Но благодаря марафону, благодаря этой графе, что я сегодня одевала, я все-таки дисциплинировалась в этом плане, стала носить юбки, платье. Потом, ну и конечно, да, следить за собой как-то, а жила в этом плане после родов. Следующим пунктом мечтаю пройти марафон стройности, потому что хочу вернуться в дородовую форму. И, конечно, очень снова хочу обратиться, обратить свое внимание в сторону взаимоотношений с мужем, потому что ребеночек расставил свои акценты. И мое сердце совершенно естественно в его сторону повернулось. И так легко его любить. И все тяжелее трудиться над отношениями с мужем. Здесь я немножко запустила. Но надеюсь, и это, наверное, хорошо, что вот есть эти знания, потому что ты можешь видеть, что где и как уже не так хорошо. И ты тогда можешь это исправить. Это очень классно, позитивно. Я огромное спасибо хочу сказать Оле и всем людям, которые несут это традиционное знание о традиционной женственности, и вообще о традиционной человечности, что ли, нам всем, потому что бесчисленное количество семей спасено, жизни спасено. И то, что касается Оли, для меня самое важное, на данный момент, по крайней мере, самое вдохновляющее, это ее личный пример, что вот девочка, у нее трои свои деток и муж, и мы можем видеть их фото, которые прям получатся любовью. Я всегда все успокаиваю, говорю, если она может с тьмя детьми и так реализовываться и творчески, и свое предназначение, и с мужем такие устраиваются отношения, то и я с одним смогу, и смогу еще родить. Малыш просыпается. Всем спасибо. Я всех люблю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok